Привет, красотка! Сегодня я снимаю свою долгожданную практику, утреннюю практику, разминку на все тело, чтобы проснуться и зарядиться на весь день. И мы начинаем в позе сидя, скрестив ноги, немного разомнем шею, обратите внимание, что ваша поясница в этом положении не переразгибается, для этого немного подкрутите таз вперед, центр-вдох, с выдохом мягкий наклон к правому плечу, без особых усилий, голова под собственным весом, хорошо растягивает левый бок шеи, центр-вдох и наклон в левую сторону. Еще пару раз в собственном темпе. Теперь подбородком сделаем круг, сначала в правую сторону, назад сильно голову не запрокидываем, очень мягкое, плавное движение, очень приятное с утра. И в обратную сторону. Замок из кистей кладем на голову и под весом рук наклоняем голову вниз, также мягко и плавно, без усилий. Локти естественным образом стремятся друг к другу, выдох. Со вдохом раскрываем локти в стороны, грудная клетка тянется вперед, лицом подаемся вперед и вверх, выдох, голова идет вниз. И мы можем начать раскачиваться сильнее и активнее, на выдохе округляя спину и наклоняя голову вниз. И на вдохе хорошо раскрывая грудную клетку, разводя локти в стороны. Очень приятное упражнение с самого утра. Повторим еще несколько раз. Теперь руки на колени, выполняем круговые движения туловищем. Представьте, что вы ложка внутри банки с медом и хотите собрать весь мед со стенок. Для этого нужно сделать максимально полный круг своим туловищем. Сначала в одну сторону. Не забываем дышать. И в другую сторону. Захват рук в замок сзади. Хорошо раскрыли грудной отдел. И поработаем сейчас в динамике, раскачиваясь вправо, влево. Дыхание свободное. Одна из основных проблем большинства людей сейчас – это завернутые плечи вперед и сутулость из-за сидячего образа жизни. Поэтому уделяем особое внимание раскрытию плечевого пояса и грудного отдела. И немного компенсируем наш прогиб, согнувшись в обратную сторону, хорошо округлив спину и наклонив голову вниз. Хорошо. Поставьте правую руку справа от корпуса и мягко, плавно потянитесь за левой рукой в правую сторону, направляя грудную клетку вперед и вверх. Взгляд через левую руку наверх. Мы не заваливаемся вперед или назад. Находимся в одной плоскости. Чтобы эффективно выполнить упражнение, обе ягодицы должны быть прижаты к коврику. Если хочется углубить положение, идите ниже и с каждым выдохом растягивайте левый бок еще больше. Центр вдох и наклон в левую сторону. Точно так же взгляд наверх и с под правой руки. Обе ягодицы остаются на коврике. Не забываем дышать. И так как это утренняя практика, предлагаю сделать сурю намаскар. Это приветствие солнцу. Встаньте начало ковриком. Исходное положение тадасана. Поза горы. Руки у груди намастэ. Немного подкрутите таз вперед, чтобы убрать излишний прогиб в пояснице. Со вдохом прямыми руками уходим в прогиб верхней части тела. Уртва хастасана. Выдох наклон к ногам. Сразу присогните колени, чтобы сначала живот уложить на бедра, а затем стараться выпрямить колени. Кисти установите перед стопами, как бы отталкиваясь от коврика, еще больше толкайте таз вверх. Расслабьте голову, шею. Мы наклоняемся не от грудного отдела, лишь бы ноги были прямые, а именно от вытяжения в пояснице. Остаемся здесь на пару циклов дыхания. И со вдохом уходим правой ногой назад, укладываем колено и подъем стопы на коврик, а левая голень перпендикулярно коврику. Тазом стремимся вниз, выпрямляя спину, встаем на кончике пальцев рук. Поза всадника. Ашва санчаланасана. Раскрываем грудной отдел, взгляд перед собой. С выдохом уходим в собаку, мордой вниз. Адхамуквашванасана. Сразу присогните колени, так вам будет проще сохранить спину прямой. Руки и спина одна прямая. Шея расслаблена. Почти весь вес отдаем ногам. Можем попереминаться с одной ноги на другую. Таз вверх. Стремимся пятки прижать к коврику, а колени в идеале выпрямить. Но не жертвуем прямой спиной ради этого. Вдох. И выдох. Со вдохом уходим в планку. Кисти строго под плечами. Не проваливаем лопатки и поясницу. А наоборот, как бы выталкиваем их чуть вверх. Для этого включаем пресс. Подтягиваем ягодицы. Медленный вдох. И такой же медленный выдох. На задержке выдоха чатуранга. Для этого немного уходим вперед. Сгибаем локти в 90 градусов. Сохраняя все подтянутые мышцы. И буквально сразу же на вдохе уходим в Урсква Муква Шванасану. Собака мордой вверх. Здесь бедра не должны касаться коврика. Держимся только на голенях, сильных руках и подъемах стоп. Но если сложно, можно положить бедра на коврик. Активно раскрываем грудной отдел. Лицо смотрит вперед и вверх. Вдох. Выдох. Собака морда вниз. Через дыхание снимаем все напряжение. Каждый выдох позволяет расслабиться еще больше. И уйти в Ассану еще чуть глубже. И со следующим вдохом левая нога встает между ладоней. Голень также перпендикулярна коврику. Ашва Санчаланасана. Вся правая нога на коврике. Подшаг правой ногой вперед. Уттанасана. Шея расслаблена. Кладем живот на бедра. И из этого положения стараемся выпрямить колени. И за прямыми руками и с прямой спиной со вдохом уходим наверх. Уртва Хастасана. Небольшой прогиб. И выдох. Тадасана. Это была половина одного круга. Теперь сделаем то же самое на другую ногу. Вдох. Уртва Хастасана. Прогиб. Выдох. Уттанасана. Вдох. Левая нога идет назад. Ашва Санчаланасана. Выдох. Адхамуквашванасана. Собака морда вниз. Попереминаемся с ноги на ногу. Со вдохом уходим в планку. Не проваливаемся вот таким образом. Держим пресс. На задержке выдоха Чатуранга. Вдох. Собака мордой вверх. И выдох. Собака морда вниз. Отпускаем все напряжение. Со вдохом правая нога идет вперед. Ашва Санчаланасана. Поза всадника. И выдох. Уттанасана. Левая нога к правой. С прямой спиной прямыми руками поднимаемся наверх. И сразу в прогиб. Уртвахастасана. Выдох. Тадасана. Второй круг сделаем в динамике. И с усложнениями. Вдох. Уртвахастасана. Выдох. Уттанасана. Вдох. Ашва Санчаланасана. Правая нога идет назад. Выдох. Собака морда вниз. И здесь со вдохом правая нога идет наверх. При этом левую ногу мы до сих пор продолжаем тянуть к коврику. Не перераскрываем таз. Таз закрыт. В идеале руки, спина и правая нога это одна прямая. Здесь выдох. И со вдохом подтягиваем колено. Груди. Немного округляем спину в этот момент. Как бы расталкиваем лопатки в разные стороны. И с выдохом нога снова идет наверх. И так несколько раз. Вдох. Колено груди. Выдох. Нога идет наверх. И еще раз. Нога груди. И в этот раз поднимаем ногу и раскрываем таз. Здесь сгибаем колено. И правая стопа стремится в левую сторону, чтобы еще сильнее раскрыть таз. При этом все это время левая пятка у нас стремится к коврику. Со вдохом подтягиваем колено груди и укладываем его в позе лебеди. Правое колено образует острый угол. Если тяжело в этой позе, то делайте угол еще острее. Если наоборот сидится достаточно легко, то голень можно отвести подальше от таза. Таз закрыт. Смотрим в сторону правого колена и расслабляемся уже в этом положении. Если здесь тянет, то с каждым выдохом отпускаем напряжение. Если хотите уйти глубже, можете опуститься на локти, а затем вовсе лечь животом на бедро. С каждым выдохом отпускайте напряжение в той области, где тянет. И со вдохом поднимаемся, уходим в адхамуквашванасану, собаку мордой вниз. Со вдохом уходим в планку. И на задержке выдоха чатуранга дандасана. Стоим сколько можем и уходим собаку мордой вверх. И сразу собака мордой вниз. И сравните вашу самую первую собаку в начале этой практики и собаку, которую делаете сейчас. Я уверена, она стала еще глубже, еще увереннее. Прыжок или подшаг к рукам. Уттанасана. Со вдохом поднимаемся наверх. Уттвахастасана. Выдох. Намасте. Пару секунд здесь. Подышим. Придем в себя. Вдох. Уртвахастасана. Прогиб. Выдох. Уттанасана. Наклон вниз. Шея расслаблена. Вдох. Левая нога идет назад. Ашвасанчаланасана. Выдох. Собака мордой вниз. И здесь левая прямая нога идет назад. Таз закрыт. Со вдохом подтягиваем колено к груди. С выдохом поднимаем ногу назад. И еще разок. Еще раз подтягиваем колено к груди. И теперь с выдохом уводим ногу назад. И раскрываем таз. Сгибаем колено. И стопа естественным образом свисает и тянется в правую сторону. Еще больше раскрывая таз. При этом спина прямая. Руки прямые. Со вдохом колено подтягиваем груди. И острым углом садимся на коврик в позу лебедя. Всю правую ногу укладываем на коврик. Закрываем таз. Руки вдоль корпуса. И расслабляемся здесь. Собака морда вниз. Отдыхаем, переминаемся, тянемся хорошенько. Прыжок или подшаг к прямым рукам. Уттанасана. Вдох. Уртвахастасана. Небольшой прогиб наверх. И выдох. Намасте. Правая стопа остается впереди. Колено правой ноги смотрит в сторону правой стопы. Левой ногой широко шагаем назад. Левая стопа чуть завернута вовнутрь. Примерно 45 градусов. Таз опускаем ниже. В идеале до параллели правого бедра к коврику. Корпус ровно посередине. Разводим руки в стороны. Будто нас растягивают в разные стороны. Взгляд поверх правой руки. Подтягиваем промежность вверх. Защищаем наше тазовое дно. Это корневой замок. Называется мула банха. Стоим. Дышим. Поза вирабхадрасана 2. Поза воина 2. Со вдохом правой рукой идем в наклон к правой ноге. Можем ухватиться за голень. И выпрямляем обе ноги. Левая рука направляется наверх. Взгляд также наверх. Если сложно ловить баланс, можно смотреть перед собой. Остаемся в одной плоскости. Будто нас зажали между двумя стенами. Не заваливаемся ни вперед, ни назад. Поза вытянутого треугольника. Утхита триконасана. Дышим. Со вдохом поднимаемся наверх и меняем направление стоп. Сгибаем колено левой ноги до параллели бедра с ковриком. Корпус по центру. Руки по обе стороны. Взгляд поверх левой руки. Вдох. Выдох. Со следующим вдохом опускаемся левой рукой на голень. Выпрямляем обе ноги. Правая рука стремится наверх. Взгляд на правую руку. Утхита триконасана. И уходим в позу ребенка. Баласана. Отдыхаем. Таз на пятки, колени немного в стороны. Укладываем грудь между коленей. Руками тянемся вперед. Можно прям цепляться за коврик, будто хотим растянуть всю спину, руки. Лоб на коврик. Отдыхаем. Отсюда вырастаем на четвереньки. Поза кошка-корова. Колени под тазом, кисти под плечами. И с вдохом уходим в приятный прогиб. Макушкой головы тянемся вверх. С выдохом округляем спину. Голова идет расслабленная вниз. Будто нас привязали за центр лопаток. И тянут вверх. И мы хорошо растягиваем лопатки в разные стороны. Пресс естественным образом здесь подтянут. Вдох-прогиб. Выдох. Округляем спину. И здесь нам может захотеться поработать в динамике. Чувствуйте свое тело, как вам хочется больше. Мне нравится в этой асане прямо подныривать в прогиб. И выныривать из него, уходя еще в более глубокое положение. И перед тем, как уложиться в шавасану, а шавасана это поза трупа, но не пугайтесь, это одна из самых долгожданных асан. Мы удобным образом укладываемся на спину и поднимаем руки и ноги вверх. Сейчас мы станем такими дерганными тараканчиками. На самом деле это очень эффективное упражнение для разгона лимфы. Сначала мы начинаем мелко-мелко трусить пальчиками ног, пальчиками рук. Затем увеличиваем амплитуду тряски. Начинаем трясти уже всеми кистями, стопами, затем коленями, локтями. Прямо максимально сотрясите все ваше тело. И аккуратно бросьте ваши конечности в разные стороны и пару секунд вообще не двигайтесь. Просто почувствуйте, что происходит внутри вас. Насладитесь этим ощущением. И затем можно выпрямить ноги, выпрямить руки, развернуть ладони наверх, прикрыть глаза и погрузиться в шавасану на пару минут. Расслабьте ваши стопы от пальчиков до пят, голени. Расслабьте ваши колени. Расслабьте весь ваш таз, почувствуйте какой он тяжелый. Расслабьте живот, грудь. Расслабьте руки до самых кончиков пальцев. Шею. Расслабьте голову. Щеки, губы. Расслабьте ваши глаза. Позвольте векам стать тяжелыми. Расслабьте уши. Полностью отпустите все тело. Шавасана. Расслабьте голову. Расслабьте голову. потихоньку будем возвращаться пошевелите пальчиками стоп пальчиками рук снова ощутите себя переведите внимание на ваше дыхание ощутите изменения в вашем теле за эту практику они точно произошли как вы себя чувствуете можете потянуться как вам этого хочется послушать ваше тело повернитесь на правый бок глаза оставляйте закрытыми поставьте свою левую руку в упор и помогите себе сесть руки у груди на мосты поблагодарите себя за эту практику а я конечно хочу поблагодарить вас возвращайтесь к этой практике когда захочет ваше тело но я конечно же буду ждать от вас обратной связи в комментариях напишите пожалуйста как вам практика что вы почувствовали благодарю за то что поддерживаете канал но мы с вами увидимся в следующем видео пока